Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Зостав! Зостав! Не вольно! Но! Кофе тоже оставь, пожалуйста! Пожалуйста! Что это такое происходит тут? Что надо? Очень надо! Не-е-е! Вот так проходит утро! Не дай! Неделя осенью у нас пролетела отлично! Поделитесь, как дела у вас? Кстати, многие писали, что у вас также уже пооткрывались школы, что кто-то вернулся на работу в офис, но также есть и те регионы, где все еще и дистанционное обучение и удаленная работа. Хотя, вы знаете, прогнозы есть абсолютно разные на осень и на зиму. Посмотрим. Но, как бы, я уже, наверное, готова ко всему. Сегодня у нас воскресенье, воскресенье, и дедушка попросил, чтобы мы привезли мальчиков. Он очень скучает. А я вместо того, чтобы отдыхать, расслабляться, чилить, релаксировать, что там еще можно делать, буду убираться. Точнее, даже не убираться, накопилось куча-куча каких-то домашних дел, там поперебирать детскую одежду, потому что мальчики за лето так повырастали, повытягивались, и что ни надену из такого потеплее, потому что у нас очень сильно изменилась погода. Хотя, бывают какие-то теплые деньки, но в основном то, что вот мы долго не носили, уже по размеру не подходит, так что я буду сейчас перебирать одежду. Нужно постирать кое-что, что-то погладить, и да, глажка это очень актуальный вопрос. Я задавала вам его в инстаграме, но возможно здесь вы также посоветуете мне что-то толковое. Значит, я ищу отпариватель, точнее вот эту вот целую паровую станцию, на которую, как бы вам объяснить, возможно я вставлю фотографию, чтобы мы правильно друг друга понимали. В общем, рубашку или какую-то футболку вешаете на плечики, и потом таким как бы утюгом проходитесь, и все отпаривается это в рекламе. Так, как на самом деле это происходит, поделитесь. Хотя девчонки в инстаграме писали мне, что у марки Тефаль классная, и какая-то такая необычная. Сейчас, секунду. Специально сбегала за телефоном Laura или Laura Star, Mia Magic и Philips. Разные модели. Philips, Steam & Go. Вот, и Тефаль. Ну, в общем, это нужно, наверное, конкретно смотреть на сайте. И еще одно. Моя зрительница работает в магазине Тефаль, в каком-то фирменном, и она написала, что там можно как бы приобрести вот эту паровую станцию, и в течение 20 дней протестировать ее. Если что, то можно вернуть. Вы, пожалуйста, напишите, какими паровыми станциями довольны вы, потому что самый популярный ответ среди всех это Оля поделитесь с нами тоже. Поэтому остальным девчонкам тоже будет супер полезно, так как оказалось, что многие, так же, как я, тоже находятся в поиске. Между Захаром и Игнатом у нас два года разницы, но Захарка выше вообще. То есть я ему покупаю одежду на 8 лет, несмотря на то, что ему 7. А я стараюсь хранить какие-то вещи после Захара, которые там не снашиваются. Это рубашка, иногда джинсы. Все складываю в коробку. И потом успешно забываю о том, что здесь. Но сейчас разложу, и какие-то более-менее классные вещи теперь будет донашивать Игнат. Разгрузила коробку, теперь иду загружать теми вещами, из которых вырос Захар. Продолжение следует... Here we go again Вчера стирала детские вещи, и часть из них замачивала, потому что без этого никак. И попробовала вот такой порошок, купили его в Лидле. Так что если у вас есть эта сеть магазинов, то попробуйте. Даже не хочется знать, что за химия здесь, но убирает на ура все пятна, даже не самые свежие. Привела в порядок очень-очень много вещей, прям палочка-выручалочка. Мне удалось перебрать только мою верхнюю одежду, и сейчас покажу вам, что я передаю по наследству. Первое, это вот такой тренч, и в принципе он неплохой. Я помню, что я покупала его на распродаже в Заре. Но, во-первых, я решила обзавестись более качественным, с подкладкой, этот без. Но самая большая моя проблема с ним в том, что здесь есть вот такие лампасы. когда-то это было модно, но даже не в этом вопрос, а просто он смотрится каким-то более спортивным, наверное, чем мне хотелось бы. Короче, ношу я его не так часто, как хотелось бы, поэтому я решила, что девчонки помоложе все-таки смогут его использовать по максимуму, поэтому отдаю. Вы знаете, что все вещи я никогда не выбрасываю, а передаю девчонкам и также маленьким детям из одной семьи. Я не знаю, зачем я так долго это хранила, но когда-то мне нравилось вот такое нечто. Это типа как удлиненный бомбер красивого вишневого цвета. И тогда это, между прочим, было тоже супер актуально. Все вот эти нашивки, помните, они были везде. Тоже, да, может молодежь даст ему вторую жизнь. Так неудобно надевать на этот костюм. Ну, ладно, не хочу переодеваться. Это удлиненный жакет, который я когда-то купила в Аутлете Манго. Я за ним даже гонялась, его все не хотели уценять. И мне он очень нравился. Но я поняла, что с прошлого года я его не надела, по-моему, ни разу. Но весна была такая не особо. Погуляешь, тем не менее, вот почему-то перестала тянуться к нему рука. Видимо, просто есть те вещи, которые, вы знаете, изживают себя. Ты носишь, 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 и потом, ну все, уже вообще вот так вот надоедает. А на самом деле, ему, если мы жили в квартире, значит, уже больше трех лет. Но есть какие-то вещи, которые продолжают жить в моем гардеробе, но, опять же, не хочется, чтобы это все лежало мертвым грузом. И также отправляется девочка. когда-то горячо любимая накидка, типа как длинная рубашка, наверное, тоже можно назвать ее так. Тоже из шиин, тоже со всякими нашивками. И довольно часто, когда становилось холодно, у нас был гриль, например, нужно было что-то дать гостям, набросить. У меня всегда было несколько вариантов. Не раз меня выручало, и тоже пришло время попрощаться, хотя ткань натуральная, приятная. Пришел час и этой вещички, она свое уже отслужила. Я помню, что я покупала эту куртку, такой пуховичок, когда у меня уже был Игнат, даже в Инстаграме есть фотография семейная, где мы все вместе стоим во Врославе, и я держу его на руках. Совсем уже тоже не актуальная модель, но пуховичок тоже неплохо сохранился. В семье, в которую пойдет эта куртка, есть большая территория рядом с домом, поэтому если там детишки что-то будут делать или просто пойдут играться, то, чтобы не жалко было что-то испачкать, там, надеть какую-то вещь. Я думаю, что в хозяйстве пригодит. Даю Игнашину джинсовую куртку и свою старую кожаную. Она, кстати, была очень классной, но захотелось чего-то более свежего, такой современной базы. на осень, помните, я покупала в H&M, но это еще не в сильно плохом состоянии, я думаю, что тоже рядом с домом где-то походить там, чтобы не жалко. Вот это последняя вещичка, сейчас ее сложу. пока я убиралась наверху, Томак сидел, работал внизу, позажигал свечи, так вкусно пахнет теперь здесь. И также Томак был на рынке, ну, мы любим посещать, я была на другом и привезла разные вкусные приправы, тоже покажу вам, купила сыр греческий и йогурт, и также оливки, вот привез хризантемы, они прям ассоциируются у меня с детством, с осенью, и классно, что они разноцветные, не знаю, как-то так позитивненько это выглядит. В видео о пустых баночках я вам говорила, что сейчас я активно тестирую бренд Биленда, накупила вот то, что мне интересно было попробовать, у них сейчас столько всего нового, появилось какие-то линейки вот с глинкой, например, есть еще с розовой глиной умывалкой, я взяла для комбинированной жирной кожи с зеленой глиной и мюсли, веган мюсли, которая бронз, это не все, что у меня есть, не все, чем я сейчас пользуюсь, это не будет рекламный ролик, это чисто от меня, от себя и по вашим также запросам, потому что вам интересно, я вообще считаю, что сейчас в каждом ценовом сегменте можно найти что-то классное, умывалка, огонь, девчонки, она не сушит, она хорошо, бережно умывает кожу, не стягивает ее, немножечко пенится, единственное, что это такая интенсивная душка в принципе у всего бренда, но для многих это наоборот плюс, это косметический вазелин, натирала кое-что кожаное сегодня, универсальная вещь на самом деле, линейка для загара, также веган мюсли, масло, я хочу купить еще одно, которое должно быть поплотнее, но это, как видите, у меня пошло на ура, и пахнет так вкусно, как будто овсянка настоящая, с чем-то молочным, вот прям хочется взять ложку и лопать это все, так что скоро будет обзорчик, не все прям то, что я купила, мне супер понравилось, но есть много хороших находок, также на этой неделе мы решили помочь одному питомнику, где проживают бездомные собачки, мы просто спросили, что нужно, нам дали список, там был корм, какие-то вкусняшки, поэтому мы без проблем закупили то, что нужно, и я видела, что Игната и Захара это очень сильно трогают, и, наверное, тоже важно, когда ты вот такие вещи привыкешь с детства, что нужно помогать, что нужно поддерживать тех, кому нужна эта помощь по жизни, вот, и мальчики тоже так, мама, а давай еще это купим, а давай еще это купим, там какие-то игрушки для собачек, ну, просто, чтобы погрызть, вот, сказали, что нужно, и мы взяли, потом, значит, когда ты покупаешь какие-то вещи, еще что-то было там в подарок, поэтому, я надеюсь, что собачкам эта помощь пригодится и придется по вкусу, наша Мика, видите, в своем репертуаре, в своем любимом положении, иногда мне хочется поменяться с ней местами, а я хочу вам сказать, что я чувствую себя просто супергероем сегодня, несмотря на то, что я сделала всего одну, наверное, двадцатую того, что я запланировала, я пересортировала, перебрала столько всего, вы видели какую-то пыль, я снимала частичку, но дальше я просто взялась по максимуму, я реорганизовала все, то есть поделила вещи на те, которые в школу или там в садик, на физкультуру, то, что на вырост, то, что актуально, одежда для дома, пижамы, все это, и вы знаете, так будет гораздо проще собираться, потому что ты начинаешь просто думать, где это, где то, а ситуация новая, и честно говоря, все, что я показывала в прошлом влоге, я даже не успевала как-то пораскладывать нормально, потому что быстро-быстро-быстро все, и так всю жизнь, вот, но теперь поскладывала, я думаю, господи, как классно, я разложила всю стирку, я уже представляю, как сегодня вечером я просто возьму с определенного места нужные мне вещи, а не буду стоять и мозговать 15 минут, где это, где то, а где нужные мне носки, так что, кто молодец, я молодец, я, конечно, шучу, но это просто нужно было сделать, как вы знаете, отлегло, стало гораздо спокойнее на душе, что теперь в течение недели у меня будет уходить меньше времени на споры детей, слушайте, оливки просто какие-то запредельно вкусные, девчоночки, кто меня смотрит из Греции, скажите, это хороший йогурт, потому что я никогда в Греции не была, это еще одно место на карте, куда я хотела бы отправиться, я собиралась забрать Томака в этом году без детей, хотели в августе отвезти их к маме, но, как вы знаете, сейчас все эти карантинные истории не получилось, и сыр, который, как мне кажется, типа сычужный, халуми, халумаки, его очень часто я ела в качестве какого-то дополнения к салату или просто с чем-то, с какими-то овощами, можно есть не поджарив, но я все же люблю его с гриля, такой кусочек взяла, интересно, можно ли заморозить, потому что я не представляю, когда мы съедим такой кусман, в общем, девчонки, напишите, стоит покупать снова или нет, но оливки это нечто, смотрите, здесь миндаль, а здесь такой милый огурчик, муси-пуси, вот, кое-что даже со временем не меняется, Игнашик со мной на кухне, сегодня делаем ленивые вареники, кстати, здесь их также едят с жареным луком, и, например, с маслом сливочным, и с корицей, или даже с вареньем, по-разному подают, Игнаш, так, осторожно, Ну все, сказала я тебя осторожно, а у самой полетела, из вот этого еще, пожалуйста, две штучки сделай, это вот так она сидит и просит, она не гавкает, она не скачет, я как посмотрю своими маленькими раскосыми глазками, мама мне и так даст, да? Ржулька, они были на озере и Мика окуналась, поэтому ребенок мокрый, а мы сегодня с вами переехали, как вы думаете, куда? правильно, мы находимся в Икей, смотрите, как интересно можно организовать однокомнатную квартиру, всего 20 квадратных метров, здесь и кухня, причем такая приличная, достаточно места, диван, который раскладывается, еще и обеденный стол, и телевизор сюда втиснули со стенкой, очень прикольно, еще один очень интересный такой небанальный современный вариант, для меня слишком много всего, но опять же не нужно брать все детали и внедрять в свое жилое помещение, но ради интереса поразглядывать что-то я никогда не выпускаю такую возможность, мне тоже очень нравится, когда горшочки все разные, чего у нас в доме нет, а не помешало бы, хотя у нас довольно вместительный шкаф, как-то живем без гардеробной, но каждый раз заходишь и думаешь вот блин, мне бы такую, говорят, что очень удобно, потому что видно, где какая пара находится, ну и ты покупаешь мебель здесь, и у тебя соответственно все коробочки, все контейнеры сюда по размеру идеально подходят, и со второй стороны что это такое, ух ты, какой комод, такого ранее не видела, как-то не очень прикольно, это все открывается, дергаешь, и видите, непонятно, но видимо это можно отрегулировать, хотя выглядит очень даже оригинально, с такими кожаными ручками, а ну-ка девчонки, давайте проголосуем в комментариях, кто мечтает о такой гардеробной, вот это я понимаю, все за стеклом, ничего не пылится, зеркало, можно увидеть себя в полный рост, прилечь, если подустала, я не знаю, кто-то может сидеть и оценивать наши образы, вот здесь я бы разложила все свои аксессуары, какие-то часы, сразу туалетный столик, можно и примарафетиться, но есть к чему стремиться, что вам сказать, так, меняем концепцию, здесь расположены все часы и другие аксессуары, можно я останусь здесь жить, пожалуйста, и отдельное место для очков, ну, это прямо жестоко, такое нельзя показывать, а кто-то живет, так, как вы знаете, наша керамическая раковина из Икеи, у меня вот такая, я очень довольна с ней, пока что ничего не произошло, она не побилась, не потрескалась, не пожелтела, но имейте ввиду, что она вот так, как бы, видите, выходит за рамки столешницы, мы сомневались, и даже мастер, который делал кухню, обращал наше внимание на это, есть еще и встроенная, вот такая, она чуть меньше, но мы как-то определились с этой, и у меня нет никаких претензий к ней, я действительно, если бы еще раз выбирала, я бы приобрела ее снова, мы даже подумываем, на всякий случай купить, куда-то там в гараж ее положить, чтобы вдруг что у нас была замена, помимо вот такой и встроенной, которую я вам показала, здесь можно все что угодно сделать, она прям очень глубокая, вместительная и здорово, есть еще и двойная, вот она прям огроменная, можно докупить разнообразные детали, но на самом деле я как-то не пользуюсь всеми этими прибамбасами, и здесь такая же ситуация, как в моей раковине, видите, она выходит за границу, но наоборот, как по мне, ничего не стекает по столешнице, и мы ни разу там, не знаю, не ударились, и как-то не цепляемся за нее, поэтому я все же осталась бы при своем выборе, хотя уже прошло три года, мне до сих пор она безумно нравится. по ощущениям, прям какой-то воздушный вариант спальни, даже не спальни, а просто кровати, и помимо вот этих ламп стеклянных, которые абсолютно не утяжеляют пространство, здесь еще рамочки, в которых, видите, не нарисованные картинки, а просто запрятанные искусственные листья, типа эвкалипта, что-то такое, что-то в этом духе, такого я еще не видела. Вот куда-нибудь в отель, например, я бы поехала в таком стиле, хотя я знаю, что есть те, кто и дома предпочитает такой стиль, смотрите, какая оригинальная кровать, это не бамбук, просто так обточенное дерево, очень красивая постель, зелень, вот знаете, прям такая, которая существует в природе, именно это создает уют, когда это ядреный какой-то кислотный цвет, то как-то некомфортно, замечали такое? А вот чашечки, которые сейчас безумно популярны на Пинтересте, где-то часто можно встретить что-то похожее в кафе, и здесь в Икее есть целая коллекция такой посуды, купила, называется, часто спрашиваете, откуда наши тарелки, они были из Икей, но сейчас есть похожие, такие же, как у нас, нет, просто отлично. Слушайте, это реально свеча с ароматом мороженого, такого настоящего, а вот это прям реалистичным пломбиром, ой, космические настольные лампы, конечно, они не особо дают освещение, но смотрятся очень оригинально и стильненько, причем можно купить разные вот эти лампочки, и также сама основа может быть типа как под камень, вот это мне нравится, или вот такая, я подумываю найти какую-то интересную к себе в комнату, поставить на фон, интересно, как это будет выглядеть, а вот эти две напоминают мне какие-то керосиновые лампы, как моя бабушка зажигала в детстве, когда 6 часов во время любимого сериала выключали на час свет, кто помнит такую из деревни, а вот спальня в стиле Боха, вот где-то на картинках мне такое нравится, но сама, кстати, я купила себе макраме, если помните, и так и не повесила, очень-очень вовремя Икея, как классно, я как раз хотела купить декоративные тыковки, каждый год покупаю разные по цвету, выкладываю или на террасе, на столе, или у входа, а еще к нам завезли алоэ, интересно, это такое же алоэ, которым можно мазаться, протираться вместо тоника, с лечебными свойствами, или это просто декоративное, нужно почитать, прежде чем я притащу его домой, ой, как я рада, отсняла видео прямо на одной волне, так захотелось поболтать о пустых баночках, так что, если вы любите такие видео, пропустили этот ролик, то я оставлю вам где-то подсказку здесь или в инфобоксе, сейчас я подогрела себе тевтельку и также поставила рис, как бы это странно не звучало, но наконец-то закончились все эти бесконечные рестораны, я понимаю, что есть рестораны, где вкусно кормят, и я вообще-то в повседневной жизни не готовлю что-то изысканное, а вот видите, тевтерка в томатном соусе, и сейчас еще помою огурчик себе, я люблю простую еду, и если я часто и регулярно питаюсь в ресторанах, то у меня потом начинаются проблемы с желудком, какие-то высыпания также появляются, мне гораздо легче, когда я ем что-то домашнее, вот честное слово, и также, например, в Польше еда в ресторанах очень часто слишком соленая, и потом так хочется пить, иногда в таких не самых хороших ресторанах, мягко говоря, кладут усилители вкуса, это прямо ощущается, и в такие места мы стараемся повторно не ходить, но это случается, и так как Краков это туристический город, то здесь многие рестораны также рассчитаны именно на туристов, то есть на людей, которые раз пришли, раз ушли, и как бы не привязываются так к какому-то одному месту, прямо слюной сейчас захлебнусь, я такая голодная, и ко мне также приехала только что посылочка с ароматом, который я для себя присмотрела, сейчас поем, немножечко улягутся страсти, потому что если я супер голодная, то ваши руки начинают дрожать, поэтому быстренько пообедаю, и потом вернусь к вам, вот она, гламурная блогерская жизнь, на самом деле я шучу, для меня это самая вкусная еда на свете, вот хотите, верьте, хотите, нет, приятного вам аппетита, если вы тоже там едите по ту сторону экрана, девочки мои, спасибо вам за все теплые слова моему рыжулику, уже все хорошо, у Мики сейчас тихий час, я вам ее всегда показываю, когда она дрыхнет, скажи, ну я ее активничаю, мы встретили такую хорошую собачку, так игрались, так игрались, целый час, скажи, я бегала, теперь я буду отсыпаться, и потом уже после четырех мы снова идем гулять, кстати, у нее сменилась шерстка, и удивительно, но эта порода собак совершенно не пахнет псиной, вот вообще нет запаха, и нет чего-то такого на пальцах, знаете, когда ее гладишь, там вычесываешь, еще что-то, вот у нее есть подпушек такой серый, и шерстка стала такой мега-мега густой, и мы ее купаем не слишком часто, где-то раз в три месяца, вот бедная моя лапка постриженная, потому что здесь капельница была, и также животик нам весь побрили, но ничего, шерсть это такое, отрастает, но моя лапуничка чувствует себя хорошо, скажи, я бегаю, как коник, вчера меня так пробило, и говорили, что акита такая агрессивная порода, а она такая лапусечка, мне кажется, кажется, что это как от человека, знаете, зависит, так и каждая собачка, так, поела, и теперь бы поспать, но не тут-то было, кстати, у меня сейчас новый график жизни, можно сказать, на ближайшие 10 лет, наверное, мы все привыкаем, но полет нормальный, а сегодня я проснулась 6, как-то пока дети сидели все это время на каникулах, мы попозже вставали, Игнат высыпался, а сейчас такой ответственный, сам срывается там в 7.15, приблизительно, плюс-минус, для него это вообще как в середине ночи его разбудить, но пока что первые дни в школе и в новом садике отменно проходят, но дети, вы знаете, у них бывают разные периоды, иногда они хорошо себя ведут, иногда они себя ведут так, что кажется, я что-то делаю точно не так, почему я как мама вроде как воспитываю одинаково обоих, они ведут себя один хорошо, второй плохо, или наоборот, в один день все прекрасно, гладко, на следующий выносят мозг и на людях тоже себя так ведут, что ты просто краснеешь, синеешь от стыда, но это дети, они же не роботы, правильно, их тоже не заставишь по щелчку пальца вести себя так, как тебе нужно, или ситуация того требует, особенно, когда дети маленькие. Воспитание это сложная тема, и вообще особо там как-то не высказываюсь на эту тему, потому что я считаю, что, блин, я делаю все возможное, но как правильно, сложно сказать, и никто, я уверена, никто из родителей не может прочитать учебник и сделать все так, как надо, чтобы ребенок себя вел идеально, чтобы, там, не знаю, отучился хорошо, и поступил, и получил там красный диплом, и после этого устроился на работу, и был хорошим человеком. Это, блин, нереально как-то, но делаем все возможное, и вообще как-то побеседуем с вами на тему того, как нам с Томиком живется, как нам еще удалось не развестись при нашем разном подходе ко всему, и в том числе к воспитанию детей. Хотела немножко с вами поболтать, спрашивала у вас, какие зимние ароматы, осенне-зимние, вы мне рекомендуете. Очень часто девчонки писали о вот этом, это Живанши Линтердит, если я правильно произношу, и это у меня пробник, он уже закончился, к сожалению, и в общем пошла я в магазин, думаю, послушаю ароматы, и набрела на новой Армании My Way, он меня, зараза, так задушил, при всем моем уважении к Армании, бесконечной любви, и моим любимым ароматом Си, и мне нравится, как это был последний, тоже такой фруктовый больше, женский и мужской, Ю, что-то там Ю было, забыла, старость, не радость, и также мне очень-очень нравился их аромат Коуд, ну короче, что-то мне не зашел новый аромат, и потом я начала читать характеристику где-то на фрагрантике, и многие писали, что вот этот Живанши очень похож на него, и я как-то начала перебирать все пробники и увидела этот, думаю, дай-ка я познакомлюсь с ним, и вы знаете, мне так понравилось, он прям вот такой вкуснячий, я его нанесла, моя ты лапа, моя ты лапа, моя ты лапа, ну вот тебе прям вот так вот ближе, вот так вот ближе уже нельзя, сейчас пойдем, да, это коробка, но есть ее не надо, пожалуйста, короче, я настолько влюбилась в этот аромат, что я решила взять его себе в полноразмерной версии, вот, и еще кое-какие, прям захотела обновить свою парфюмерную коллекцию, если вам будет интересно, я сниму видео о моих любимых ароматах в принципе, потому что на это видео нужно настроиться, для этого нужно специальное настроение, потому что я рассказываю больше об ассоциациях, а не о том, что там, какие ноты я слышу, там, верхние, средние и так далее, у меня больше как-то, вот знаете, по сезонам все разделяется, по настроению, а иногда вообще ничем не хочется пользоваться, но сейчас на меня прям нашло, и я заказала на мейкапе, это не реклама, есть украинский мейкап, есть мейкап стор, который отправляют в Россию, но есть и мейкап пл, они, кстати, я сейчас слышала, открывают даже стационарный магазин, кстати, знаете, как будет магазин по-польски, склеп, так вот, они открывают свой склеп в Варшаве, вот, блин, жалко, почему не в Кракове, а, я понимаю, почему, там больше движения, в общем, я заказала себе новые ароматы, и сейчас быстренько с вами откроем, я не буду как-то долго останавливаться и шелестеть, дайте мне секунду, вот так все упаковано, внизу есть штрих-коды, я, кстати, ни разу не попадала на какие-то сомнительные ароматы на мейкапе, а у меня 99% оттуда, и косметику я также часто беру там, в общем, на лето я люблю что-то более свежее, более такое легкое, нестойкое, а зимой хочется прям как укутаться в аромат, да, хочется, чтобы он оставался где-то на свитерах, на шарфе, на верхней одежде, поэтому я беру что-то такое в кавычках посерьезнее, иногда это даже парфюмированная вода, и болтон, шей-ан-шей, я взяла себе небольшую версию, 50 мл, но этого с головой достаточно, это парфюмированная вода, очень красивый лаконичный флакончик, и я помню, когда я пользовалась тестером, не тестером, а пробником, и я, значит, Микуч, прости, я, значит, укладывала Игната спать, и он говорит, мама, ты так вкусно чем-то пахнешь, говорит, как такой фруктовый кисель, говорит, мой самый любимый, я надеюсь, никто не обидится на меня, но это детские слова, просто передаю вам, что даже ребенок обратил внимание, и там, ой, прости, Микучка, и там действительно ощущаются ягоды, ну, потом я же вам говорю, сделаю обзор, следующий аромат, это просто классика жанра, взяла всего 30 миллилитров, потому что захотелось мне этот флакончик в свою коллекцию, Dolce & Gabbana The One, Мика решила меня покинуть, ну тебя нафиг, скажи, с твоими духами, вот, господи, как это красиво, это настолько красиво, что просто даже, когда они закончатся, хочется оставить флакончик, очень элегантные, очень такие, ненавязчивые, господи, как это шикарно, так должна пахнуть, дорогая женщина, только, вот знаете, в хорошем смысле слова, не безвкусно одетая, во все люксовое шмахе, а вот именно женщина со вкусом, это действительно такой аромат, который никогда не становится неактуальным, мне кажется, он всегда будет в тренде, ой, хайф, если сравнивать вот эти две, то этот больше, наверное, какой-то трендовый, можно так сказать, а этот он и посвежее чуть-чуть, то есть здесь ощущается тоже жасмин, но, по-моему, здесь есть какой-то личик, какой-то персик, вот персик явно ощущается немножечко бергамота, ну и что-то для стойкости, подождите, я не обратила внимания, о, это парфюмированная вода, да, и здорово, потому что я как-то так заказала просто, о, есть в наличии, давай, 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 еще одна штучка, то, что я нанюхала в реальной жизни, как-то, и сделала фотографию, часто так делаю, да, когда мне что-то нравится, то я себя записываю или фоткаю, чтобы потом при выборе онлайн, онлайн всегда все-таки более выгодно заказывать парфюмерию, чтобы знать, что я беру, а не наугад, хотя, вот эти, Dolce & Gabbana, они даже подошли бы на подарок, если вы знаете, что кто-то предпочитает такие, в меру сладкие ароматы, он, ну вот, я не могу сказать, что он прям вечерний и вечерний, он даже на день, на холодное время года, это фантастическая композиция, хотя, ей уже приличный вид, аромат называется, The Different Company, и это у меня кошерная роза, я люблю розу, но не такую, вот знаете, старую какую-то, такую вот душную, наоборот, когда это роза в таком наилучшем проявлении, самым свежим, таком молодом, особенно в сочетании с чем-то, с каким-то пионом, да, с чем-то таким освежающим, молодежным, и здесь также есть и кардамон, и личи, и пион, кстати, не знала, сантал и мускус, но этот аромат, он не супер стойкий, он ближе к телу, он такой вот более интимный, и если вам нравится Dior, Blooming Bouquet, то вполне вероятно, что вот этот также покажется вам интересным, не банальным, и который будет отличаться от остальных, ой, это такая вот композиция очень нежная, сладенькая, но в меру, со свежинкой, с такой вот приятной ноткой, и даже на весну, я обязательно оставлю этот аромат, вообще, The Different Company, я перепробовала, наверное, 7 ароматов, и все вот были такие, свежие, какие-то такие, кайфовые, одним словом, здесь также прилагается, типа как пыльничек, наверное, для транспортировки, и можно его перелить, наверное так, если вы думаете, что я на этом остановилась, то как бы нет, причем я старалась выбирать некоторые ароматы, о которых я вообще нигде не слышала, и это у меня La Femme, от Prada, Prada это тоже для меня такой бренд, который создает мои ароматы, вот они мне подходят, ирис у меня есть, который пудровый такой, он очень приятный, аромат ухода, очень люблю, и я нашла набор, в котором был аромат, и также ароматизированный лосьон для тела, вот когда хочется окунуться в аромат, но чтобы не шлейфило, только чисто для себя, или для настроения, ну вообще красивый тоже флакончик, и это недорогой аромат, несмотря на то, что Prada это вообще суперлюксовый бренд, у них такие цены на сумки, например, вообще на все остальное, то парфюм у них более-менее доступный, и нигде ни у кого не встречала, называется он La Femme, тоже немножечко такая сладкая пудра, но это нужно любить, если вам нравятся всякие ароматы с ирисом, дайте я гляну, я даже не интересовалась, кстати, большинству этот аромат нравится, он очень женственный, значит так, магнолия, бергамот, семена моркови, впервые вообще такое вижу, пронжепани, тубероза, да, ощущается, ирис, иланг-иланг, он как раз такой вот свежачок, и специи ветивер, ваниль и пчелиный воск, не знаю, ни на что другое он не похож, немножечко как будто какой-то мед, ирис здесь чувствуется, и фиалка, я фиалку тоже очень сильно люблю в ароматах, все они абсолютно разные, и теперь это будет мой такой практически годовой запас, потому что кошерная роза, она будет даже на весну, и возможно на лето, вот, а три вот таких интересных аромата я выбрала себе на осень, дольче это вообще моя давняя хотелка, как-то так всегда думаю, ну нет, нужно еще что-то поискать, нужно еще что-то поискать, и этот аромат где-то 2016 года от Прады, ой, уже столько всего наснимала, а еще покупки из Икеи, поэтому давайте уже, наверное, в следующем влоге, не забывайте поставить пальчик вверх этому видео, если вам сегодня со мной было интересно, и пока-пока, до встречи уже совсем скоро!